Второй месяц подряд погодные условия в Самаре превышают все ожидания. Вот и в январе на город осадков выпало уже в полтора раза больше месячной нормы. Но в ближайшие дни нового снега не прогнозируется, поэтому сейчас лучшее время, чтобы справиться с последствиями непогоды. Сегодня городские службы благоустройства сосредотачивают свои силы на расчистке тротуаров по всей ширине, вывозе снега с улиц, особенно там, где снежные валы создают сужение проезжих частей. Ситуацию и необходимые меры обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства. За прошедшие сутки вывезли почти 5000 тонн снежных накоплений. Объемы поручено нарастить. Сезонные работы продолжаются в режиме усиления. Для этого специалисты проверят и функционирование специализированных площадок, где складируется снег. Они должны обеспечить круглосуточный режим приемки, поскольку снег с улично-дорожной сети вывозят и днем, и ночью. За эту зиму вывезено уже почти 160 тысяч тонн. Надо нам их периодически, в течение суток даже, нашим контролерам, чтобы проверяли, как работают полигоны. Доезжали на них, смотрели, какая очередная, сколько. И установить им потом время на разгрузку, да, понятно, объем максимальный, сколько они могут принять. Они взяли на себя обязательства. Обслуживать круглосуточно должны. Перерывов никаких не должно быть, особенно в такой период, когда нападал. В общей сложности в течение суток в Самаре вручную работали 3542 уборщика, для механизированной уборки использовали 530 машин. Ведь продолжается выполнение и других сезонных работ. В частности, очистка от снега тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок, подъездов и подходов к социальным объектам. Расчистка дорог, в первую очередь тех, где ходит общественный транспорт. Ведется и обработка улиц противогололедными материалами. С начала зимнего сезона израсходов на почти 18 тысяч тонн. Также отдельно был поднят вопрос очистки от снега кровель многоквартирных домов и нежилых зданий. Во время кратковременного погодного затишия и температурных перепадов особое внимание поручено уделить работам на скатных крышах. Прежде всего, приводят в нормативное состояние кровли домов над тротуарами. Чтобы обеспечить безопасность, предотвратить или минимизировать вероятность схода снега, сегодня в высотных работах участвуют 159 человек, которые входят в 41 бригаду. Всего в Самаре около 7 тысяч скатных крыш. На сегодняшний момент очищено 87% кровель от общего количества. Сегодня планируется очиститься 20 кровель. Очистка производится либо, как я уже сказал, по периметру бригадами с шестами, либо альпинистами, которые уже более высокой этажности здания, по очистке производится полностью кровлю. На остальных кровлях работы запланированы в ближайшие дни. По тем адресам, где профильные службы готовятся к проведению необходимых работ, участки, представляющие опасность, огораживают. Граждан призывают не игнорировать сигнальные ленты и обходить их, пока очистка полностью не завершится. Районным администрациям поручено проверить, где выполнены работы, а куда нужно направить дополнительные бригады. Еще раз огромная просьба. Обратите внимание. Снега было прилично много. Проверьте. Еще раз с управляющими компаниями. Лично проедьте. Обратите внимание на кровлю. Если какие-то управляющие организации не справляются со своими обязанностями, то им грозит административная ответственность. Оформляются соответствующие материалы. Они направляются в прокуратуру и ГЖИ для принятия мер. В этом направлении в каждом внутригородском районе работают и административные комиссии. В частности, только за невыполненные или некачественно произведенные работы, касающиеся очистки кровель и внутриквартальных проездов, в январе 2024 года в отношении управляющих компаний и других обслуживающих организаций составлено 112 протоколов. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.